Привет, друзья! Сегодня я публикую в общем доступ еще и урок по цветокоррекции в Lightroom. Впервые я записал его в начале 2017 года, и это был урок, который дольше всех продержался у нас на курсах. Вот, а если вы давно следите за мастерской или учитесь у нас, то знайте, что мы постоянно обновляем курсы и уроки, чтобы... Шучу никаких, чтобы... Просто потому что можем, можем делать так круто, чтобы результаты наших учеников были круче с каждым днем. У обычных видеографов, которые не хотят учиться и развиваться, не было работы. Этот урок нам уже не нужен, но для начинающих ребят это отличный инструмент, который поможет попрактиковаться в применении вторичной цветокоррекции и работе с ТИФ-секвенцией. Вы можете посмотреть наши бесплатные уроки, попрактиковаться, и когда поймете, что не получается выйти на уровень наших учеников, и что сила мастерской не в видеоуроках, то собирайте всю волю, свободное время в кулак и приходите к нам на курсы. Приятного просмотра! Выделяем весь наш видеоряд, отправляем наше видео в рендер и настраиваем параметры вывода. ТИФ-секвенция. Нажимаем ОК. Выбираем папку, в которой мы будем выводить эту секвенцию и нажимаем Рендер. После этого мы заходим в Lightroom, во вкладку Библиотека. Нажимаем Импорт. Выбираем папку, в которой мы вывели нашу секвенцию. Ставим галочку на том, чтобы выделить все фотографии. Ждем, пока не прогрузится. И потом нажимаем кнопку Импорт. Когда вся секвенция прогрузилась, мы нажимаем кнопку Девелоп и приступаем к цветокоррекции. Как обычно происходит цветокоррекция у профессионалов? Профессионал посмотрел на картинку, представил в своей голове, что с ней можно сделать, и с помощью инструментов просто повторил ее. Но опыт нашего предыдущего этапа показал, что без фантазии и без воображения, одна лишь теория имеет малую эффективность в сферах, где нужен креатив. Я решил вас не мучить и специально для этого курса подготовил два пресета. Мы с вами сегодня будем учиться пользоваться ими. И в дальнейшем вы сможете сами для себя качать любые пресеты из сетей и настраивать их под свои нужды. Выбираем понравившийся нам кадр. Применяем к нему пресет. Поправляем экспозицию. Затем мы зажимаем shift, выбираем последний кадр, синхронизируем. Далее не отпуская shift, выбираем самый первый кадр и синхронизируем. Проверяем, что у нас получается. Через control можно отменить выделение. Далее мы просматриваем всю секвенцию. Выбираем какой-либо кадр. Если нам что-либо в нем не понравилось, например экспозиция, мы ее поправляем. Далее зажимаем shift, находим последний кадр этого фрагмента, синхронизируем. Не отпуская shift, мы находим первый кадр этого фрагмента, нажимаем, синхронизируем. Дело в том, что изменения, которые вы вносите, они применяются только на один кадр. И для того, чтобы не было скачков посреди видео, вам нужно синхронизировать ваши изменения по всему фрагменту. Так мы просматриваем все фрагменты всего видео. Если что-то нам не нравится, то мы поправляем. И снова синхронизируем со всем фрагментом через shift. Далее мы переходим к ночным кадрам. Выбираем ночной кадр. Применяем первый пресет. Поправляем экспозицию. Зажимаем shift. И выделяем всю первую часть нашего видео. Синхронизируем. Проверяем. Если нам что-либо не нравится, то мы поправляем. Хочу обратить ваше внимание на настройку Lens Corrections. Если вы скачали какой-нибудь пресет и тут есть какие-либо изменения, то от них нужно избавиться. Также нужно избавиться от каких-либо изменений во вкладке Basic. Если, например, стоит авто, то мы отключаем ее. Какие-либо шумы, мы их всегда отключаем при работе с секвенцией для видео. Далее, как мы работаем со вкладкой детали. Мы убираем полностью четкость. И начинаем работать с удалением шумов. Кстати, я удаляю все шумы только в Lightroom. Повышаем на максимум этот параметр. Повышаем на максимум детали. Смотрим. И начинаем понижать параметр Luminance. До тех пор, пока мы не получим нужный результат. Отлично. Далее мы повышаем на максимум четкость. Убираем детали. И регулируем параметр Radius. Когда мы выбрали оптимальный показатель, то мы начинаем понижать четкость. Отлично. В моем пресете эти параметры настроены уже оптимально. Но если в дальнейшем вы будете скачивать какие-нибудь пресеты с сети, то обязательно обратите внимание на эти вкладки. Когда вы обработали все видео и уверены, что у вас не будет никаких скачков, то вы выделяете весь ваш видеоряд через шифт. Заходите в вкладку библиотека и нажимаете кнопку экспорт. Далее, тут вы выбираете папку, в которую вы будете выводить ваш видеоряд. И выбираете формат TIFF. Без компрессии. После этого вы можете нажать кнопку экспорт. Затем мы возвращаемся в After Effects. Нажимаем файл, импорт, файл. Выбираем самый первый кадр. И, внимание, ставим галочку TIFF sequence. После этого нажимаем импорт. Правой кнопкой на добавленный фрагмент. И тут мы выставляем нашу частоту кадров. 29, 97. Всегда делайте это при добавлении секвенции в ваш проект. Нажимаем ОК. Переносим этот слой в самый верх. И поправляем Опасити. После этого создаем корректирующий слой. Кривые. Добавляем немножко контраста. И так как мы избавились в лайтруме от шумов, и чтобы наша картинка не выглядела пластмассовой, мы добавляем немножко шумов. Отлично, ваше видео полностью готово. И сейчас мы его выведем в том формате, в котором оно должно храниться у вас на компьютере. Отправляем его в рендер. Настраиваем. QuickTime. Формат. Х264. Качество 100. Нажимаем ОК. Звук без компрессии. ОК. И выбираем паб, в который мы будем рендерить наше видео. После этого мы наше отрендеренное видео закидываем в медиа-энкодер. И делаем оптимальные настройки для загрузки в сеть. Разрешение 1920 на 1080. И битрейт от 11 до 12. Заходим в аудио. 44256. Нажимаем ОК. Выбираем паб, в который мы будем рендерить. И нажимаем Рендер. Субтитры создавал DimaTorzok